Каждый месяц в Steam выходит огромное количество бесплатных игр весьма разного качества исполнения. Но как понять, на что не стыдно будет потратить свой интернет-трафик? Специально для тебя мы спустились в подвальчик свежих бесплатных игр Steam'а и в этом видео расскажем о проектах, которым стоит дать шанс. Поэтому ставь лайк, если подобные подборки тебе интересны и приятного просмотра! The Little Red Lie переигрывает в мрачную историю о приключениях Красной Шапочки Тебе предстоит окунуться в короткий ужастик и встретиться с грозным волком, говорящим котом, человекоподобными лягушками и летучими мышами. В геймплейно перед нами привычный point-and-click квест, в котором предстоит пробежаться через несколько одинаковых локаций, собрать предметы и применить их в нужном месте. Правда, напрягать извилины совершенно не приходится, все предметы применяются автоматически при нажатии одной клавиши. Поэтому достаточно найти все необходимое и вернуться к домику бабушки для дальнейшего приготовления зелья. В большинстве случаев завлекает не геймплей и загадки, а уникальная цветовая гамма игры. Яркий акцент на красном цвете в сочетании с черным и белым придают картинке атмосферности. Хотя и финал истории удивляет. В такую небольшую игру разработчики смогли вписать две полноценные концовки, которые приоткроют завесу тайны о том, кто же будет жить долго и счастливо. В целом игра оставляет приятное послевкусие, к тому же на полное прохождение потребуется около получаса. Это отличная возможность окунуться в страшную сказку перед сном. Не зря же у игры 98% положительных отзывов. OpenTTD Игра детства для тех, кому сейчас в районе 30 лет. Неудивительно, что у проекта 96% положительных мнений и с более чем 1700 отзывов. Тебе предстоит оказаться на процедурно-генерируемых картах и заняться перевозкой пассажиров и грузов транспортом всех видов. В отличие от последней версии A-Train, тебе доступны не только железные и автомобильные дороги, но также водные и воздушные пути сообщений. А в мультиплеере можно зарубиться вместе с друзьями или присоединиться к чужому серверу. Сможешь играть не только в команде, но и против друг друга. Здесь нет полноценной экономической системы с функциями закупки акций и постройки зданий. Однако этого в большинстве случаев и не нужно. Игра призывает сконцентрироваться только на усовершенствовании транспортных сетей. А еще игра пал долму сложная. Отсутствие обучения заставляет в первые часы нажимать на все кнопки подряд и рыскать в интернете в поисках подсказок. Разобраться в особенностях работы автобусов, поездов и прочем транспорте непросто. Хотя в игре есть поддержка русского языка. В основе игры неистовый гринд. Придется постоянно добывать дерево, руду, заниматься рыбалкой, кузнечим делом, алхимией и охотой на различных мобов. Шутка про убийство трех миллионов кабанов из известного мультфильма уже не кажется такой безумной. Однако есть одно но. При выходе из игры персонаж продолжает заниматься тем же самым, поэтому не придется наблюдать десятки часов за однообразными анимациями. На последующих уровнях откроются дополнительные слоты для персонажей, которых можно и нужно использовать для одновременной добычи ресурсов. Это позволяет скоординировать несколько различных процессов и ускорить прокачку основного героя. В игре есть классы. Воин, Лучник и Маг. Для них также существуют вариации подклассов, позволяющие создать собственного персонажа. Разработчики смогли учесть множество деталей, поэтому у каждого героя свои уникальные отличительные особенности. Например, Воин успешнее майнит руду, а Маг с легкостью валит лес. Несмотря на довольно продуманную систему гринда, Legends of Idle On не хватает взаимодействия между игроками. Вмешаться в чужой геймплей невозможно, поэтому в большинстве случаев общий чат используется только для получения подсказок. К сожалению, не все русскоязычные игроки смогут по достоинству оценить проект и шутливые диалоги. Перевод на русский отсутствует. А еще в игре есть система доната, которая ускоряет множество процессов, не pay to win, но неприятный осадочек остается. В основе этой инди-игры тоже добыча ресурсов. Загружаем произвольную карту и оказываемся на неизведанном острове с несколькими открытыми клетками. Размещаем материалы и наблюдаем за их добычей в текстовом виде. Каждую секунду ты будешь получать определенное количество ресурсов, необходимое для проведения дальнейших исследований, которые в свою очередь требуются для ускорения процесса производства. Одна из главных проблем проекта – отсутствие какой-либо конечной цели. Хотя в игре даже есть некоторое подобие сюжета, но развиваются события крайне медленно. Игру тяжело рекомендовать абсолютно всем, однако если ты любишь жанр и если у тебя много свободного времени, вполне может зайти. Не зря же у проекта больше 900 положительных оценок. Runiverse The Card Game – карточная игра, внешне похожая на Hearthstone от Blizzard. Разработчики использовали похожие модели игрового стола, цветовую гамму и стиль. Однако в бою участвуют полноценные трехмерные модели персонажей. Выглядит эффектно – ничего не скажешь. Помимо стандартных товарищеских и рейтинговых сражений, есть режим морских боев. Аналог популярной мобильной игры Dota Auto Chess, но только с немного измененным принципом выбора героев и экономикой. Сами бои намного проще и не требуют долгого и мучительного изучения тактики. Достаточно выбрать одну из шести колод и броситься в товарищескую битву рубить противника. Легендарные карты открываются бесплатно за выполнение заданий, да и сборка колод – дело плевое. Каждая колода относится к определенной фракции. Объединяем две из них в пиратский альянс и получаем возможность комбинирования карт двух колод сразу. Разработчики также исключают случайные действия юнитов на поле боя, которые часто критикуют в подобных играх. Runiverse – типичная карточная игра, которая может понравиться новичку жанра. Однако не стоит от нее ждать многого. Космический шутер в лучших традициях классических аркадных автоматов. Твоя задача – уничтожать космических курочек. Да, буквально так и да, это весело. Ради великой миссии ты будешь путешествовать по всей галактике. Для этого необходимо выполнить пару-тройку заданий и получить улучшенное снаряжение, чтобы увеличить радиус возможных перемещений по космосу. Типов миссий несколько. От стандартных куриных вторжений до сражений с боссами, погонь за кометами или дроидами-налетчиками. Поначалу кажется, что истреблять курочек просто, но на первой же миссии предстоит столкнуться с множеством врагов. С трудом даются массовые баталии, когда из-за огромного количества объектов не совсем понимаешь, что происходит на экране. Но сглаживает напряжение клевая музыка. Расстраивает разве что отсутствие кооперативных режимов. Впрочем, отзывы в Steam в большинстве своем все же положительные. А какие хорошие бесплатные игры тебе удалось найти среди свежих релизов в Steam? Не жадничай и поделись ими в комментариях. Также, если хочешь больше подобных подборок, обязательно ставь лайк этому видео. Ну и подпишись на канал, здесь много чего интересного. А на этом пока все. Некислой тебе халявы и до новых встреч в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok